Итак, друзья, хочу вам рассказать немножечко историю о нашей набережной Саратовской. Вот, кстати, проходит свадьба, и вы сейчас, не знаю, слышали или не слышали крики, это наш известный саратовский крикун-певец. Его можно услышать очень часто у нас в центре, на проспекте. Даже есть где-то какие-то видео в интернете, я знаю, но вот его, видно, пригласили, может быть, к свадьбе. Вот он в такой зелененькой рубашечке, вы его можете увидеть. Я еще была, ну, маленькой, я его помню, я даже не знаю, сколько лет этому человеку, и он всегда очень, он очень громкогласный. Его можно было слышать просто за сотни метров. Вот он в зеленой рубашечке, в футболочке такой, самый невысокий. Меня отсвечивает, не знаю, на него я показываю или нет. Ну что ж, вот и свадьба, ротонда, любимое место для свадьбы. Для пар, приезжают, фотографируются, оставляют ленточки на этом памятнике, как я и говорила. Так, немножечко истории. Значит так, смотрите, набережная состоит вообще из четырех ярусов. Вот нижний ярус, на котором я сейчас только что была, вот это второй ярус. Дальше у нас идет третий ярус. И уже там вверху, вот не знаю, видно или нет, там, где идут жилые дома, это уже считается последний ярус. Какой здесь первый, второй, третий, четвертый, я не смогу сказать, но вот четыре яруса. Очень красиво оформлены ступени, вот не знаю, здесь видно или нет. Вообще набережная тянется полтора километра. Вот она начинается отсюда, я с самого ее начала, вот где ротонда, это бабушкин взвоз. И от бабушкиного взвоза это все тянется вот до конца, вот где начинается этот мост. Вот такой длины наша набережная. Я думаю, вы слышите, вы слышите этого крикуна? Да, он где-то там остался сзади, этот крикун. Значит так, конечно, как же без него, Саратов без нашего крикуна, это не Саратов. Продолжая по набережной, значит, там рассказывать, когда-то, вообще эта набережная только была построена, по-моему, где-то в 50-х годах. Хотя задумки уже были о построительстве набережной, уже где-то в 1902 году начались разговоры о том, чтобы как-то благоустроить. Потому что это набережные в то время особо не были популярны в городах, на речках. Это такие районы считались неблагополучными. То есть в основном все занимались чем, как-то рыбачеством, торговлей, суда отправлялись. Поэтому была не набережная, а просто как бы вот это было место очень грязное. Были старые домики, рыболодские суда. В общем, эта улица, кстати, называлась Миллионная. Это где-то я узнала в интернете. Если честно, не знала, что так называлась она, эта улица Миллионная. И вот, как я сказала, была она для неблагоприятных слоев общества, для рабочих. И вот решили как-то благоустроить это место. И значит, что они решили, что они хотели сделать. Как всегда, у города не хватало денежных средств. И поэтому все планы, которые хотели сделать по этой набережной, хотели вообще два яруса сделать. Пустить здесь какой-то грузовой трамвай. В общем, полностью сделать это как такую торгово-промышленную часть, связанную с речным портом. То есть груза, грузоперевозки, все вот это собирали. С торговли через Волгу. Но денег не хватило, поэтому этот план остался не осуществлен. Ну и хорошо. Потому что потом уже был разработан план таким образом, чтобы уже благоустроить эту набережную, как культурное место отдыха горожан. И, в общем-то, практически все районы города же были задействованы в строительстве набережной. И вот построили такую красивую набережную. Теперь это, естественно, конечно же, самое такое достояние нашей столицы по Волжи. Мы ее называем Саратов столица по Волжи. Надеюсь, Самара не обижается, потому что Самара тоже себя называет столицей по Волжи. Но это вот наше такое лицо Саратова. Сейчас опять вам показываю ярусы. Значит, что было здесь сделано, как? Вот первый ярус, это такой ярус, видите, ничего здесь нет. Это специально на всякий случай, если вода будет подниматься. Очень хорошо закрепили набережную, сделали так, чтобы воду ее от реки не подмывали, и чтобы она не скатывалась никуда, чтобы она была прочной. И уже следующие ярусы делали таким способом, очень красиво облагораживали. Здесь, наверное, более, сейчас я уже не вспомню, 20 видов деревьев, кустарников различных. Здесь и каштаны, и рябина. И также было в перемешку, это все сделано с хвойственными деревьями. Они туда куда-то идут подальше. И здесь цвели различные, сейчас уже, конечно, такого нет, но цвели розы, какие-то цветы. Говорят, даже здесь был какой-то такой специальный садовник, который за всем этим следил, как бы был ответственный за это дело. Так что эти разнообразие деревьев, кустарников привлекает, очень много привлекало, много птичек. Здесь разные виды птиц водились. В общем, это было такое место стало. Самое популярное, самое замечательное для, не только для наших жителей, для Саратовчана, а также для приезжих, туристов, особенно тех, которые приезжали на кораблях, конечно же. Первым делом, что они видели, это лицо города, это необычайную красоту. Полтора километра, набережная длится полтора километра. Очень впечатляет. И, конечно же, наверху строились сталинские дома. Очень в таком одном стиле все было. Вот мы здесь видим. Я надеюсь подняться, конечно, да, повыше, показать. Дальше была построена гостиница в Словакии. Дойду я до нее или нет, не знаю. Также вот наверху были красивые вьющиеся растения. Сейчас их, к сожалению, нет, но я помню, в детстве мы по ним лазили, бегали, нас ругали. Сейчас там пустовато, я смотрю, но было очень красиво. Это, по-моему, дикий виноград замрос. Это было просто что-то замечательное. Так, дальше я продолжу, надеюсь, подняться на другие уровни, показать вам побольше. Здесь у нас также есть памятники одноклассникам. Там памятник Гагарину еще есть. И вот уже вдалеке вы видите, это речной порт когда-то. Было, откуда шли катамараны, катера. Огромные корабли подплывали, круизные. Сейчас, конечно, уже это не речной порт. Я не знаю, осталось что-то от речного порта или нет. Там сейчас магазин бытовой техники. Ну, надеюсь, я дойду и смогу показать поближе.